Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Козака. Основной вопрос повестки условия реструктуризации задолженности бюджетов субъектов России. Напомним, президент России Владимир Путин на заседание президиума госсовета объявил о запуске с начала 2018 года программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Правительство страны разрабатывает аспекты реструктуризации бюджетных кредитов. Сегодня на сессии госсовета Чувашия рассмотрели 15 вопросов, 8 из которых проекты законов. Депутаты также проголосовали за назначение Надежды Прокопьевой, уполномоченной по правам человека в Чувашской республике. Бурные обсуждения вызвали грядущие изменения в законе о налоговом регулировании. Подробности далее. Спикер парламента Валерий Филимонов вручил удостоверение депутата Алексея Мурыгину. Он победил на прошедших в середине сентября выборах и занял место, которое освободилось после назначения Владимира Викторова министром здравоохранения Чувашия. О новой системе налогового регулирования говорили уже не раз. Предполагается, что с 2019 года налог на имущество будет исчисляться в зависимости от кадастровой стоимости. Налоговая ставка на 2019 год в основном по всем субъектам Российской Федерации установлена на размере 2. А у нас проектом закона предусматривается переходной период и налоговые ставки устанавливаются на 2019 год единицы, на 2020 год полтора процента. Для юридических лиц мягче условий предусматриваем. Во-первых, это введение с 1 января 2019 года. Во-вторых, эта площадь должна быть более чем 1000 квадратных метров. Владимир Тимофеев отметил, что под новое налогообложение попадает 321 объект из почти 3000. Владельцами таких деловых и административных центров являются далеко не бедные люди. Средства, которые дополнительно поступят в бюджет республики, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Мы с вами депутаты. Представляем население определенного округа. И при принятии решения давайте, наверное, все же учитывать мнение наших избирателей, которые хотят, чтобы дети также учились в хороших условиях, хотят гулять по зеленым скверам и паркам, ездить по ровным дорогам, получать качественное медицинское обслуживание. Принятие закона необходимо. Закон предусматривает также 50-процентное освобождение от налога на имущество тех организаций, которые привлекают инвестиции на общую сумму не менее 50 миллионов рублей и подпишут, одобренный Советом по инвестпроектам, договор с Кабинетом министров. Кроме того, предполагается повышение транспортного налога. В первой редакции говорилось, что налог на мощные автомобили не будет меняться. Сейчас на такие машины предусмотрено повышение сбора. Это позволит увеличить доходы бюджета еще на 70 миллионов рублей. Рассмотрели депутаты и изменения в закон об административных правонарушениях. С такой инициативой выступили депутаты городского собрания Чебоксар. Некоторое время назад была отменена статья 10, в соответствии с которой за нарушение правил благоустройства предусматривался штраф. Теперь депутаты хотят вернуть эту норму. Администрация города будет наказывать нерадивых автомобилистов, паркующихся на газонах и управляющей компанией, не чистящие крыши. Предлагается дополнить закон Чуварской республики административных правонарушений в Чуварской республике шестью новыми статьями с установлением административной ответственности за 11 новых составов правонарушений. Приятие закона будет пособствовать составлению законности в рассматривании в сфере правоотношения, а также в формировании комфортной среды для жителей Чуварской республики. Также депутаты назначили Надежду Прокопьеву полномоченным по правам человека в Чувашии. Ее кандидатура была согласована в Москве. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.